Так, я не понял. Я слышу, где-то кто-то сигналит. Так, он сзади на гелике. А куда мне сейчас бежать? Я даже не знаю. Ой, меня шатает. Нет. Всем доброе утро, ребят. Я тут на пробежечке, бегаю с утреца, занимаюсь спортом. Все хорошо у меня. Ну что, кстати, я вас приветствую в новом ролике по РПшке в карпаркинге. Какая же тут все-таки красота, ребят. Реально, вот этот парк, он мне всегда нравился. Я сюда на машине приехал, побегал тут по кругу. Короче, вернулся в ритм жизни. Раньше не занимался спортом. Ну, занимался, потом прекратил где-то на полгода. И сейчас опять решил заниматься спортом. Потому что спорт это все-таки жизнь. И продлевает это все дело жизнь. Ну вот, ребят, моя пятерка Е60, на которой мы дрифтили в прошлой серии. Сейчас, ребят, я вам расскажу, что мы будем делать. Короче, я решил устроиться дальнобойщиком. Это отличная работа, потому что я хочу купить себе, ну, как бы, бизнес. Я вам показывал, что хочу купить себе мотель, чтобы владеть еще одним бизнесом. Потому что у меня только одни чунинг гаражи. Но мне не хватает, как бы, денег, чтобы купить этот бизнес. И поэтому мне предложил мой кент работу. То есть перевозить грузы на фури. Там отлично так платят. Там платят нехилые бабки. И я так подумал, что буквально 2 месяца поработать там, добавить своих денег. И вполне у нас хватает, чтобы купить бизнес в мотеле. Поэтому, ребят, я не стал тормозить. Взял свою Е60. И сейчас, ребят, мы направляемся с вами в другой город. Там будет фура. И все будет по-нас. У нас устроят дальнобойщиком. Но, ребят, прежде чем поехать в другой город, мне нужно купить что-то покушать. Я решил сейчас заехать в магазин. Тут слева недалеко как раз находится такой супермаркет. Сейчас мы туда заедем. Купим себе продукты в дорогу. И, как бы, уже полностью поедем. Нам дадут фуру там такую классную. Я, кстати, еще не знаю, что за фура. И мне не говорят, что за товар в ней будет. Что я буду перевозить. Но там такая довольно-таки огромная фура. Я думаю, там будут какие-то овощи. Например, капуста. В общем, ну и будем перевозить все это дело куда-то там. Так, вот, я приехал к магазинчику. Сейчас я, короче, где-то тут прокануться надо. Так, давайте где-то вот тут проканемся. Вот тут. Так, тормозим. Все, вылазим с машины. Закрываем ее. Так. И все. И можно идти. Сейчас я куплю себе что-то в дорогу покушать. И все. Все, ребят, я вышел с магазина. Купил себе водички. Купил себе покушать. Сейчас будем это все дело погружать в багажник. И, в общем, направляться в первый город. Блин, у нас вся суета. Что мы дрифтим там, например. Все находится в первом городе, блин. Я думаю, надо там присмотреть себе квартиру. Но, блин, у меня такие затраты сейчас. Вот я хочу купить бизнес. Тут еще, получается, квартиру себе надо будет покупать. И, блин, это реально сколько денег нам надо заработать, чтобы это все осуществить. Но ничего страшного. Мы обязательно, ребят, с вами справимся. Так, смотрим налево-направо. Машин нету. Можно выезжать. Ну что, сейчас, короче, я включаю себе кондиционер. Кстати, вот мы дрифтили в прошлой серии. У меня машина даже не сломалась. Прикиньте, это фу-тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Но она реально не сломалась. Мы, как бы, на ней вставали на драк. Мы на ней дрифтили. Это все с Богданом. Две серии снимали с Лактором. И все хорошо, слава богу. Так, у нас красный свет. Как бы, пешеходов нету. Я выехал ранним утром. Я все время снимаю ролики утром, чтобы, как бы, не было людей. Ну что, пацаны, для вас прошла буквально секунда. Для меня прошло больше часа. Я приехал в первый город, как бы. Сейчас паркаем машину тут. Так, аккуратно. И тут, ребят, находится где-то моя фура, которую мне дадут на сегодня. Я буду должен отвезти какой-то груз. Тут, кстати, недалеко реально. Я смотрел супермаркет, в который мне надо везти груз. Он тут находится так-то даже не сильно далеко. Паркуемся вот так аккуратно по зеркалам. Равняем все. Вот так, ребят, я припарковался. Сзади у нас стоит Audi Q7. Снимая такая, надеюсь, она мне не въедет в зад. Ну, блин. Я надеюсь, водитель там все-таки опытный на ней. Так, ну что, закрываем машину. Ну и все. Так, вот, ребят, у нас фуры стоят. Сейчас я буду спрашивать, вот какая из этих фур все-таки будет моей. Пойду сейчас, короче, узнаю это все дело. Фура находится сзади меня. Она находилась немножко в другом месте. Я тут прошелся пешочком. Вот, ребят. Я в фурах не шарю, но, по-моему, это Scania. Вот реально. Если я ошибаюсь, то исправьте меня в комментариях. Ну, по-моему, она реально на Scania похожа. В Scania все с такой мордой идут. Ну, короче. Я взял уже фуру. Сейчас мы будем отвозить груз. За этот груз мне дадут, ну, нехилые бабки. И, как бы, у нас будут уже какие-то сбережения, чтобы купить себе потом бизнес за городом. Ох, пацаны, я выехал на фуре. Конечно, это совершенно другие габариты, не такие, как у машины. И теперь мне машина кажется такой компактной, такой габаритной, которую можно везде легко управлять. И, а вот тут фура, она еще и с прицепом. Так, высоко сидишь. Это просто, это так-то удобно, но это совершенно непривычно после легковой машины пересаживаться на такую фуру. Так, аккуратно проходим. Ориентация идет по зеркалам у нас. То есть, смотрим, чтобы нигде мы ничего не задели. Так, выезжаем. И все, вот сюда поворачиваем с вами. Вот так, аккуратно. Так, что тут у нас припарковано? Вот, блин, паркуются же все-таки на своих машинах тут на обочине. А потом я еду на фуре и еще их могу задеть, не дай бог. Так, ладно, выезжаем. Удачной нам дороги. Так, ребят, я выехал на дороге. Я не топлю больше, чем сотку. Я еду вообще 70-80 километров, потому что мне реально страхово. Я до этого на фурах в такие дальние поездки не ездил. Я катался на фурах, но вот именно в такие дальние поездки еще ни разу не ездил. Поэтому мне страхово реально. Груз там, какой-то цены. Мне за него такие бабки шикарные заплатят. Так, я не понял. Я слышу где-то кто-то сигналит. Стоп, что за гелик? Не понял. Это что за гелик? Ё-моё. Неважно, кто мы. Эта фура принадлежит дорогой компании. Внутри этой фуры находится дорогой товар. И мы хотим забрать у вас эту фуру. Не рекомендую нам противоречить. Следуй нашим указаниям. В случае отказа, мы тебя убьем. Ребята, меня остановили бандиты. И они говорят, что хотят украсть мою фуру. И говорят, что хотят меня избить. Их два приехало на гелике. Вот, что делают. Короче, мне придется отдать фуру им, что ли. Ну, нифига. Сейчас я, короче, придумаю какой-то план, как от них уйти. Блин, реально страхово. В этой фуре находится какой-то такой груз. Какой-то цены. Они меня отводят в свою машину. Так, он отлегся. Все, пацаны, бежим, 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 бежим. Прыгаем в фуру. Закрыть двери. Все, выезжаем, выезжаем. Аккуратно так. Он сзади на гелике. Он еще не успел запрыгнуть. А куда мне сейчас бежать? Я даже не... Ой, меня шатает. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Нет. Не-не-не-не-не. Продолжение следует...